Всем привет, с вами Глеб Орел и сегодня у нас будет просто разговорное видео, потому что 2021 год уже подходит к концу, 2022 уже приходит. Если вы, кстати, уже смотрите после Нового года, то вас уже с наступившим, если еще до Нового года, то вас с наступающим. И в этом видео я просто хочу поделиться некоторыми советами, которые лично мне бы очень сильно помогли. Так что давайте начинать. И первым делом я просто всем советую ставить цели. Мы же всегда что-либо когда делаем, мы всегда должны задаваться вопросом, для чего мы это вообще делаем. Потому что когда у нас есть понимание, для чего мы это делаем, мы это делаем с большим интуиазмом, с большей концентрацией и с большей продуктивностью. Поэтому не забывайте ставить цели. Ну а цели, кстати, тоже нужно уметь ставить правильно, потому что ваша цель должна быть конкретной и четкой. То есть вы должны понимать, в какой дате вы хотите ее поставить и что вы вообще от нее хотите. То есть, например, я хочу к 30 января иметь 300 подписчиков, то есть я сказал дату, я сказал точную цель, дальше я вам советую просто поставить мини такие под цели к этой цели. Вот, например, в первую неделю января я буду снимать такие-то ролики, должен буду выпустить столько роликов до такого-то числа, то есть, например, до 10 января и так далее. И самое главное, нужно писать, это дедлайны, потому что дедлайны очень сильно вам будут помогать, они будут способствовать вашему ускорению и большей продуктивности. Вторую часть, я просто по-настоящему всем советую ботать, просто ботать, ботать, еще раз ботать. Даже если у вас ничего не получается, вы такие сидите, решаете задачу, она у вас не решается вообще ни в какую, и вы уже все, паникаете и думаете, господи, нафига оно мне надо, зачем я это начал делать, вдруг мне ничего не получится, вообще этим зачем страдаю, если можно пойти ко все, там учиться в школе и спокойно сдавать ЕГЭ, то все-таки на нервах. Но нет, вы все-таки старайтесь, вы продолжайте, потому что это же интересно, ведь в этом и кайф решения этих задач, в том, чтобы попробовать все-таки до конца дойти в этой задаче. То есть, лично у меня, например, когда я только начинал ботать, это было очень как трудно, именно переход от одного уровня задач к другому. То есть, например, я ботал чешуа сначала, потом бац, я понимаю то, что нужно переходить к более сложным задачам. Вот этот переход был очень довольно трудным, чтобы его пересилить, пришлось вот реально просто стараться, стараться, еще раз стараться. То есть, я сидел, я по нескольких часов просто сидел, я не умеял, как ее решать, я просто сидел. Потом я пытался понимать это решение, понимать, как из него что следует. То есть, например, я хотел себе всем очень советую, если у вас вообще ни в какую не решается задача, или вот, например, у вас сейчас уровень какой-то там призеров из тех, или даже еще не призера, и вы не можете решать нормальные задачи, то советую сначала реально по нескольких часов сидеть, пробовать до конца, идти ко всему. Если же не получается все равно пробовать это, смотреть решение, но не просто смотреть решение, вы должны его проанализировать просто досконально, вы должны понять каждую строчку, почему они решили так сделать, почему они решили поставить такое действие, почему у них находится сила направленная туда, вы должны проанализировать, потом вы должны лично для себя понять, а как бы я мог до этого додуматься, и вот через такие мысли вы научитесь понимать, как нужно решать задачи, Это вас очень сильно прокачает Лично меня это сильно спасло И так за месяц я смог себя довольно сильно прокачать Как я считаю У многих возникают вопросы Вот наподобие такого Что они вот решают Решают У них не решается Они такие думают Блин, зачем оно мне надо А вдруг, типа, вот это я решаю А мне попадется какой-нибудь там групп Вообще не парьтесь Если у вас возникает такой вопрос Или вы думаете, что Блин, у меня ничего не получится все-таки Берите, посылайте эти мысли куда подальше Говорите себе, что вы решаете задачи не ради чего-то А ради того, чтобы просто кайфануть А во-вторых, говорите себе, что Ну раз у меня в этом проблема Значит я это успею заботать Значит мне просто нужно это заботать И тем самым вы намного больше заботаете И у вас будет реально намного меньше проблем Еще же нужно ботать как-нибудь концентрированно То есть полностью погружаться в эти условия В эти задачи Но чтобы это сделать Вам нужно абстрагироваться от этого мира То есть полностью уходить из этого мира Чтобы это сделать Нужно просто отключать все соцсети Я очень советую просто брать Либо выкидывать куда-нибудь телефон Другую комнату Либо его полностью вырубить Либо вырубить только интернет Но что-то с этим сделать Поэтому, если у вас с этим бывают проблемы, и вы замечаете, что вы все-таки часто отвлекаетесь на YouTube, ну или на всякие другие соцсети, то есть вы решили задачу, такие думаете, а, ну все, я решил задачу, дай-ка я минутку засижу, потом пытаетесь другую решить и опять минутку. Нет, так дело не пойдет, потому что бывает, когда ты решаешь именно жесткую задачу, ты ее решаешь, решаешь, решил отвлечься, и вот обратно перейти от вот этого отвлечения там от YouTube, либо TikTok, к задаче, это бывает слишком трудно, потому что после телефонов у вас концентрация просто исчезает. Попробуйте целую неделю, целый час, либо целых два часа, будет очень круто, если целых три часа просто садиться, решать задачи, убирать телефон куда подальше, и все, просто такие сидите, сидите. Если вы понимаете то, что, блин, у вас не решается, вы можете пройтись, но очень важное условие, не брать телефон в руки. Потом, опять-таки, давайте про время, многие говорят, что времени, блин, не хватает, когда мне ботать, а, что за ужас, когда мне это все успевать, если вот люди ботают, а у меня там это, у меня там это, ну, значит, это у вас не в приоритете, ребят. Если у вас это в приоритете, и вы реально хотите это, у вас на это всегда найдется время. Вот есть решение задач, а вот есть школа. Если вы говорите, что ваша школа занимает больше времени, значит, у вас все-таки, ребят, школа в приоритете. Но, честно, я скажу, если вы хотите чего-то достичь в олимпиадах, посылайте школу куда подальше. Да, это жестко звучит, но пробуйте посылать школу куда подальше, потому что, ну, что вам даст эта школа? Если у вас, конечно, именно сама по себе крутая школа, где по-настоящему обучают и дают все необходимые знания, чтобы точить крутые олимпиады, тогда без вопросов. Но если же в другой школе вы понимаете, что там не хватает того уровня, который вам нужен, там не дают того, что подходит для олимпиад, берите и договаривайтесь с людьми, договоритесь с учителями, договоритесь с классным руководителем. Пробуйте договориться, чтобы вам выделили это время, вы смогли дома полноценно, спокойно ботать, потому что это очень важно. Если же все-таки вам не разрешат, просто берите и идите домой ботать. Потом же они сами вам скажут спасибо, потому что у нас так с другом был большой пример, когда мы хотели ботать, нам говорили, нет, ходите в школу. Мы такие, не-не-не-не-не-не, мы будем ботать. И потом под конец года нас вообще наградили и сказали большое спасибо. А дальше давайте про вот этот кайф от решения задач. Решайте по максимуму именно с удовольствием. Особенно если вы идете на олимпиаду, я очень советую все-таки не думать о том, какой будет результат. Потому что у меня так, например, я пошел на МОЖ, я был с мыслями, что ой-ё, господи, что это такое, что это такое. Но на МОЖ я такой себе сказал, да ладно, я буду решать именно просто с удовольствием. Просто получил весь кайф, который можно выделить из этих задач, и хоп, я занял призовое место на МОЖ 11 класса, причем в 10 классе я это смог сделать. И в этом весь секрет оказался, что просто нужно кайфовать задачи и расслабиться. То есть не думать о каких-то там уже последующих результатах, не жить каким-то там будущим. Ведь ты находишься именно здесь и сейчас, с тобой листочек и бумага, и вот эти задачи. Зачем тебе думать уже о каком-то результате, который ты даже еще не написал. Теперь еще, кстати, можно сказать по поводу, сколько нужно ботать, чтобы там, например, не выиграть, либо чтобы чего-то достичь. Ну, во-первых, я хочу сказать, что ботать нужно много, желательно много. Но здесь это сразу вытекает из того, что если вы пишете олимпиады, значит вам интересен этот пример, значит вы больше в него погружены. Ну а раз вы больше в него погружены и готовы ему много уделять времени, ну значит больше будет бота. Тем самым и вам будет больше кайфа, и больше шанс будет победить в олимпиаде. Здесь нужно почувствовать некоторую, мне кажется, грань, хоть я и не спец в этом вопросе, просто лично по себе скажу, что... Во-первых, нужно ботать для удовольствия. То есть если вы хотите, все, садитесь, ботайте. Ботайте, ни на что не отвлекайтесь, старайтесь себя вообще не отвлекать и полностью в это погружаться. Если у вас уже такое сирение, и вы такие, блин, ну, я хочу ботать, вот там надо, но и тут что-то хочется и то-то-то отдохнуть, может быть, либо как-то отвлечься. Нет, здесь лучше себя ловить и пробовать до конца ботать, то есть вспоминайте, что у меня есть дедлайн. И поэтому, когда вы думаете, что да, вот у меня там дедлайн, и вот когда я сделаю, у меня будет удовольствие, я по-настоящему буду рад, я буду горд. И вот сейчас вот осталось немножко до бота, и вообще выйду по кайфу. Если такие мысли, то лучше садиться и прям до конца до бота. Если же у вас появляются мысли, что, блин, я ненавижу это, что это за бред, что это за ужас, а я не хочу, я не хочу, я не хочу, если у вас это сильно повторяется, то идите не ботать. Реально лучше идти поделать то, что вы хотите в данный момент, потому что тогда у вас будет продуктивность намного больше, и вы не будете ни на что отвлекаться. Ну и последнее, ребята, это нужно просто уметь себя дисциплинировать. То есть самодисциплина, она слишком важна, потому что вот как раз, чтобы убрать от себя телефон, чтобы вовремя лечь, чтобы вовремя встать, вам нужна самодисциплина. Кстати, по поводу сна, очень я всем советую спать больше 7,5 часов, это слишком как важно, потому что когда мозги не выспавшиеся, они не могут решать спокойные задачи, они будут долго что-то там морочить, будут больше хотеть как-то отлечься, и меньше у вас будет сил, чтобы себя прям заставлять тогда в этот момент ботать, и вот так вот день может просто пойти в никуда. И здесь заодно, чтобы спать нормально, я еще советую ложиться раньше, потому что когда вы ложитесь раньше, то там в районе 9-10, то у вас вырабатываются все необходимые вещества, чтобы вы смогли более себя лучше чувствовать на следующий день и более бодро вставать там в 5-6 утра, потому что чем раньше вы вставите, тем реально вы круче и приятнее себя чувствуете. Как раз таки попробуйте вот эту самодисциплину применить вот так, что каждый день вы должны там целый час что-то например делать, либо там читать, либо физику делать, вот просто целый час вы обязаны вот это делать. Поэтому вот такие вот некоторые вещи, некоторые советы я высказал, в новом году я пожелаю вам совсем удачи, чтобы вы совсем справились, потому что я верю в вас, что у вас все получится, потому что главное просто все заплатить, все сделать, главное ботайте, потому что хоть сейчас и остается месяц, например, до региона, либо 2 месяца до всех Олимпиады, то все равно это время вы можете использовать по максимуму, использовать, чтобы все сделать и прокачать свой уровень до невероятных высот. То есть за месяц реально вы можете прокачаться от, например, уровня ЕГЭшника до победителя Фистеха запросто. От уровня где-то призера Фистеха до призера региона, даже победителя региона вы можете это сделать. Главное просто стараться, стараться, стараться и работать. Так что всем пока-пока, с наступающим, либо уже с Новым Годом!